Спасибо. 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 ВК. Ой, секольки, секольки. Сюни спрашивает. Так, рум 0. Опа. Блин, обложку, наверное, надо было поменять. Но уже пофиг. Что-то я вообще не подготовленный. Короче говоря, сейчас я послушаю, как все это по звуку туда-сюда-сюда-туда. Три-го-раз, раз, два, три. Блин, обложку, наверное, надо было поменять. Но уже пофиг. Что-то я вообще не подготовленный. Короче говоря, сейчас я послушаю, как все это по звуку туда-сюда-сюда-сюда-туда. Три-го-раз, раз, два, три. Да, в целом все круто. Надо, наверное, мне... Что сейчас сделать? Выключить свет у себя. И запустить то, ради чего мы все здесь собрались. Я дурачок и запустил он совсем не в топ. Ну и я в степс на... Ага. И запустить... Вот. Будем глядеть, смотреть, понимать, чё, кого, как. Ээээ... Я немного запустить. О, Лио. Hello. What's up, my boy. Ща все будет. Ща огонь. Все будет классно. Лукас, Лукас. Оформляем сразу. Ё-моё. Концет к концу. Жи-ээээз... О. Эээ... И я чертовски... ЧЁ-р-то-вски... Прошу меня простить за... Бэк-граунд, как говорится, да? Эээ... Мы... В... 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 я конечно попробую еще одну сумму подавлялку включить надеюсь она что-нибудь даст включай то что надо включить вот это проходим life и strange before the storm я вынужден сказать что стрим сегодня будет прям овер короткий потому что ну как бы уже поздно завтра что завтра вообще четверка среда если сегодня вторник завтра среда но да хочу а музыку можно потище сделать да потище мне музыку сделать а вот так подожди вот ты видишь игру и я вижу что ты видишь что вообще классно можно скипнуть как вот да можно мне теперь как-нибудь по настройкам графоний там например да что-то совсем все печально а почему вообще вот так а 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 во-первых я чё сделаю я вот это вот уберу куда-нибудь вот это во-первых поставлю сюда вот это включу вот так чтобы видеть и чат и стату вот ли вот если здесь еще скажи чё как по звуку с игрой со мной как это все вот так я понял надо потише сделать музыку потише эффекты тоже чуть-чуть и целом вот так язык субтитров ну в смысле воу испаниола а я их выключил сам разбор субтитров нормальный большой жестячно большой а маленький есть ладно пофиг так настройки игры короче прикол в том что мы играем на клава мыши в эту игру на джойстике не получится с тобой очень хорошо игру я потише сделал все огонь да не будем как грится российский мять поехали начать заново я просто ее запускал уже чисто чтобы проверить вообще работает она или нет вот let's go и Продолжение следует... Не верится, что Фаервок дает концерт на старой лесопилке. Да, черт возьми. Мать прибьет меня, если узнает, что я здесь была. И это, если что, Хлоя Прайс. Твою ж мать! Потрясное место! Чтобы попасть внутрь, придется пройти через ту дверь. Нет ничего суровее, чем милая наклейка с цветочком. Я бы вступила в байкерскую банду. Будь у меня друзья. Как бы мне пробраться мимо этого парня? Вам помочь, мисс? Пропусти-ка меня. Глянь, мне уже можно? Неплохая подделка, малышка. Но ты пытаешься прыгнуть выше головы. Сделай себе одолжение. Проваливай. Нельзя позволять ему вытирать от меня ноги. Может, вернуться и опустить его? Или поискать что-то, что поможет его убедить? Старый вагон. Думаю, здесь уже много лет никто не работал. Боже, опять? Ну, че тебе, малышка? Это твой байк стоит? Ага. Он, эм... Очень крут. Ну, спасибо. Это все? Перепал. Лучка. Какой-то новый механизм. Давай. Надо убедить этот шкаф тупой, что я не отступлю, пока он меня не пропустит. Вот это да. Ты понял? Погнали. Ты что, не помнишь, как это быть подростком? Дай на группу посмотреть. Я думал, мы уже все порешали. В кроватку-то не пора. Оу, а тебе не пора? Миленько, но я все равно тебя не знаю. Меня нáis, я зашел. Понимаю. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Прошу прощения... Продолжение следует... 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 Обычно люди ей не нравятся. Ага. Как и мне. Трезвей, девочка. Пропусти шоу. Да-а-а, чё за тэбби? Не связывайся с Дэймоном. Спасибо за совет. Так, я бунтарка, переведе. 20 баксов, крошка. 20 баксов? Это грабеж. И я тебе не крошка. Ладно, 20 баксов, воровка. Это чувак, мудак. Чтобы заполучить футболку, мне нужно проявить изобретательность. Да, например, с другой стороны зайти. Если нет, 20 баксов отвали. Все еще, мудак. Я тебя понял. Догласен. Клевый нож. Мама отказалась дарить мне такой на день рождения. Забрать можно чуть-чуть не получится. Злачное местечко. Фрик какой. Ой, я еще делаю. Чего? О, поймаю. Всюду граффити. Но, кажется, местечко пропустили. Убернул глаз или крутись. Крутись. Ну, типа панки. Крутись нахрен. Че-то крутится, что-то делают, что-то, короче, мутят. Вот, крутись. Думаю, прочитай. Гораздо лучше. Согласен. Ты че? Уволили 300 портовых рабочих и отменили их пособия. Боже, Преско-то настоящие ублюдки. Сладких снов, Хомбре. Готов. Что-то, да? Холодное пиво? Бесплатно? Сам в шоке. Давай, хочу. Раз уж бесплатно мы панки или кто, отыгрываем роль. Больше пьешь, меньше чувствуешь. Вот это по мне. Да. Как можно просто расслабляться, когда в соседней комнате лобает фоер-вок? Как-то так я принимаю важные жизненные решения. Че такое? Нет уж, спасибо. Я по возможности стараюсь избегать гепатита. Фрэнк Бауэрс? Что он здесь делает? Какие люди? Йоу, Фрэнк! Привет! Флоя! Я знаю, как тебя зовут, тупица. Ты берешь у меня траву каждый месяц, вот уже год. Только гляньте на этот наряд. Ха, заклепки, ты перестаралась. Что ты вообще здесь делаешь? Пришла посмотреть на фоер-вок, чувак. Они рулят. Где ты вообще узнала про эту тусовку? Ха. В Энете. Где ж еще? Серьезно? Сраные детишки. Так, ты часто здесь бываешь? Ага. Ясно. Это круто. Я так рад, что ты одобряешь. Ладно, у тебя есть чё? Мне бы не помешало бы снять напряжение. Конечно. Как только вернешь мне должок в 175 баксов. Черт. Я правда ему столько должна? Если не найду наличку, можно попрощаться с кайфом. Может, сделаешь одолжение? Ты же знаешь, я не обманул. Ну уж нет. Я усвоил урок еще в прошлый раз. Деньги вперед. Значит, забей. Как пожелаешь. Ну я же панк. Это же Хлоя. Надо отыгрывать именно Хлою. Так, ему на двадцатку. Может, его как-нибудь... Ну вот же нож рядом. Ну туда его и все. И в багажник сразу нет. Ты даже не заметишь, все... Он занято своим делом. Блин. Тут чё? Опа-опа. Черт, тут куча народу. Ёлотс го. Погнали. Погнали. Лучше происходит. Блядь. Блядь. Это же тот фрик. Кажется, я знаю, что еще будет. Эй, ты в порядке? Порядок. Расслабься, девчули. Ты в меня врезала, забыла? Да, отъебись. Эй, ты что, не знаешь, кто я? Нет. И мне абсолютно похер. Дай знать, что из этого выйдет. Сука! Так, через Машпит не пройти. Ладно? Возможно, сверху откроется лучший вид. Может, все-таки? Если нет 20 баксов, отвали. Все еще мудак. Да. Ладно, пойдем сверху. Вау. Не осуждай меня, страшный оленья голова. Я здесь ради группы. Да. Только музончик, только кайф. Половина ступеней прогнила. Опасно. Опасненько, да-да-да-да-да. Сука, да! Наконец-то удалось! Поверить не могу! Может быть, сделать... Как-нибудь... Вот так? Сука. Поехали! Ты пролила мое пиво, сучка! Тут суровое местечко. Давай поосторожней. Мне не нравится твой пиздеж. Хо-хо, мы еще не закончили. Тогда, может, мне стоит продемонстрировать, как меня не впечатляют цикливые мудаки, бомбящие из-за пролитого пива. Похоже, она бы сайт нам выдаст. Она заплатит за каждое слово. Каждое, сука, слово. Это будет очень классно. Я научу эту мелкую неформалку манерам. Я не шучу. Хотите меня разозлить? Вы этого добьетесь. И вам это, ой как, не понравится. Она думает, что ты лох. Эй, мудила! О, это что еще? Не знаю. Да. Рэйчел? Бежим! Бежим! Оно, пусти, Фрэнк! Нет уж. Остынь! Эй, стопэ, чувак! Уходи! Да ну нахрен! Дерьмо собачье! Уебывайте отсюда! Субтитры сделал DimaTorzok Все, тотальный отрыв вообще По всем фронтам Опа-опа-опа сюда! В ricer That's not the way Это типа, я так понимаю, события А Square Enix события до первой части очевидно у меня ещё нажимается не перекрасил блин ей идёт некрашеная волоса j9 скажи анекдоты позже ты проверяешь читаю ли я чат или нет заходит как-то улитка в бар и говорит я улитка прикиньте эпизод 1 пробуждения прям так и говорит представляешь вот это да в баре все офигели ну и потом случайно наступил на улитку наверное смешно должно было быть блин музон кайфовый реально мне нравится я не сильно громкие могу потише себе сделать просто хочется закрыть глаза и послать весь мир к черту ля да это же та же комната ежедневные ритуалы важны даже если это написание писем друзьям которые их никогда не прочтут да нет опять журнал ты гонишь серьезно нет нет друзья спасибо конечно я могу полистать там на паузу нажмете кому надо почитайте вот это вот все конечно да но мне если честно так упадло да 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 не еще от меня несет сигаретами и пивом надо бы переодеться блин до натуре не смысле включу обратно сними жизнь становится лучше новый элемент потихоокеан сколотТива закрывают говорят там готовили еду грязными руками измундовать у нас страниц и Анна Правда, была Рэчел Эмбер, и она спасла мне жизнь. Прошлая ночь вообще реальна. Когда-нибудь я и домашку за тобой поделаю. Спроси мисс Аркадьев, единственный источник в этом городе, которому я доверяю. Стоп. Что? Кто? Какая фотка? У меня какие-то смешанные чувства, и большинство из них негативные. Папа так гордился моей победой на той дурацкой выставке. Извержение вулканов. Грейтесь, смертный, в лучах светящегося медвежонка. Еее. Чуть такой. Черт, да я просто жгу в этом году. Только вот мама вряд ли со мной согласится. Английский и 2. Это что родной язык, по факту. Кто хрен? История Америки. Нет, тут я, конечно, поспорить не могу. Ага. А вот это никому не нужно кое-себе. Спасибо. Да, не за что. Че, давай переоденемся в чём? Бьюсь об заклад, что долговяжий Максильвер давно продала свою шляпу ради пива и сисек. Неплохо, Хлоя. Маме понравится твой новый образ. Ну, блин. Ну, у тебя куча косметики, ё-моё, в конце концов. Чё-нибудь как-нибудь, как-то вот это всё там не сделай. Бонусная бабочка. А чё за бонус на динаряду? Классическая Хлоя, пересказ. Вау. Панковая ладонь, давай. Это, видимо, что-то там за какие-то там бонусы, может предзаказ, что-то такое. Тебя же отчислили, брат. А, точно. Во, огонь. Или не? Блин, чё-то как будто бы не то. Чё-то как будто бы, фу. Не, я имею в виду история по школьным годам. История в колледже у меня прям полное говно, если честно. Да, ворону возьму, колька. Мы на истории, чё делали, нам мужик, короче, включал слайды с кучей просто текста. И... Говорил нам всё это, типа, записывать. Во, огонь, так и оставляем. Всё, нафиг там, бабочки какие-то, не бабочки, а панк или кто её мое. Хотя слишком как-то просто для панк. Мне действительно пора спускаться. Раньше я любила скейтбординг. Пофиг, домашняя. Скейтборд – это единственный способ передвижения, бросающий вызов в системе. Деда в домах. Мама говорила, что я слишком мало, чтобы идти туда. Она ошибалась, а шоу было потрясным. Хотя концерты, на которые мы ходили с Эллиотом были крутые, они не сравнятся с Firewalk прошлой ночью. Какой-то Эллиот пишет какие-то записки. Тюрелса, получается. Наверное. Эмммм. Концерты, на которые мы ходили с Эллиотом были крутые. Мысли. Они не сравнятся с Firewalk прошлой ночью. Вот. Макс записала мне этот диск несколько лет назад. И так как это Макс, ни одна песня не была пиратской. Ну да. Это мы видели. О, мистер Акула, здравствуй. Интересный факт. Детеныш Акул поедает друг друга в утробе матери. Может, я поэтому единственный ребенок в семье? В детстве я мечтала прокатиться на единороге. А потом они все передохли. Больше никаких единорогов, никаких принцесс и никаких ебаных радуг. Начнемся сначала. А я еще посижу с вами. Не подведите меня, слава мудрости. Так, нам не нравится наряд, перепроходи. Сейчас переоденемся. Спросите Стива Джобса. ЛСД. Давай переоденемся. А что одеть? Что одеть? Вот, классическая Хлоя, пожалуйста, чекай. Шо-таки. Как это вообще? Во. Вот так пойдет. Хуже на панника. Как будто бы одежда из прошлой части, только вот синих волос не хватает. Пойдет? Чисто Хлоя классик. С сахаром. С собой заверните, пожалуйста. Мне действительно пора спускать. Реально панк. И вот это ее ожерелье с тремя патронами. Все, четко огонь. Погнали. Черт, где телефон? Черт, тут его нет. Как же я вчера надралась. Хлоя, я сказала завтракать. Наверное, придется позвонить на мой телефон с маминого. Так, телефон мамы, скорее всего, в ее комнате. Позвоню с него на свой, чтобы узнать, где я его, черт возьми, оставила. Мама красит седые пряди, чтобы произвести впечатление на своего парня. Может, седые волосы, как криптонит для него? И мне стоит покраситься в пепельной? Угу. Так, быстрый телефон. Как мама может смотреть на это фото и не замечать, с каким уродом встречается? Похоже, мой телефон где-то рядом. А вот и ты. Интересно, сколько у меня пропущенных? Да ты гонишь. Флоя, завтрак. И захвати с тобой мою сумочку. Да-да, ладно. Вроде я видела мамину сумку в ее комнате. Ну, это очевидно. Я не вижу. Фу, мам. Мало того, что Дэвид ужинает с нами, так еще нет. Воу-воу-воу-воу, тихо. Так, сделаем вид, что мы не видели, окей. А, во. Ой, а может еще и мой телефон захватить? Хватит копаться. Мне нужно с тобой поговорить. Это уж точно не заставит меня поторопиться. Иду, мам. Наконец-то, можешь положить сумочку на стол. Если поторопишься, успеешь позавтракать. Лео-лео, пупка, сегодня пойдем. Стол, я иду к тебе. Эти снимки сделал папа. Теперь, когда Дэвид почти живет, у нас интересно, как скоро мать запихнет их куда подальше. Джоис Прайс. Она же мама. Выглядит настолько измотанной, насколько я себя чувствую. Положи мою сумочку на стол, пока не забыла. Не то, что я неблагодарная дочь. Просто, когда твоя мама работает в закусочной, на такую еду не всегда тянет. Хлоя, у меня еще куча дел. Бегом сюда. Я должна подойти к маме, пока она из себя не вышла. Только что рядом был. Интер, мам. Что я хотела сказать? Хлоя, что случилось? Да ничего такого. Просто в косяк вписалась. Я смотрю, в последнее время ты много куда вписываешься. Когда я отправляю тебе текстовое сообщение, как этой ночью, я жду ответа. Не стоит добавлять текстовое. Просто сказать сообщение. И жду ответа без твоего ехидства. Прости, я тебя поняла. В следующий раз буду отвечать. Спасибо. Это все, что ты хотела сказать? Да что с тобой и Дэвидом такое? Вы всегда сразу же берете быка за рога. Почему мы просто не можем мило побеседовать перед школой? Ты ведь понимаешь, что я ненавижу твоего парня всеми фибрами своей души, да? Перестань. Ты его не ненавидишь. Он зовет меня дамочкой. Он просто говнюк. Ну он слегка старомодный. Да. Старомодный говнюк. О, да. Тема школы. Моя любимая. Раньше тебе нравилось учиться. Ага. Раньше я думала и наркотики отстой. Мне бы хотелось, чтобы ты так не шутила. Давай не будем ругаться. Я приготовил тебе завтрак. Нет. Потом чем-нибудь перекушу. Слушай, тебе понравится. Как-то раз я приготовила яичницу из четырех яиц. Два для себя и два для Дэвида. И тут он спрашивает. А ты что будешь есть? И это должно понравиться? Не выспалась, да? Нечего нарушать комендантский час. Шутка была, слышал? Шутка. Я знаю, во сколько ты пришла домой прошлой ночью. И не думаешь, ты сможешь прогулять школу, раз снова пропустила автобус. С чего ты взяла? А кому звонят по поводу твоих пропусков? По-твоему, мне нравится врать, что ты болеешь, чтобы тебя не очислили? Твои оценки пренебрежения моими правилами. Ты качишься по наклонной. Я беспокоюсь. Мам, ты просто не ожидай от меня многого, тогда и не разочаруешься. Никогда. Тебе нравится, чем ты занимаешься? Хорошо, продолжай. Просто сообщи это мне, и я перестану оправдывать твои прогулы, чтобы тебя не очислили. Деньги на учёбу нам самим нужны. А может, Дэвид заплатит за аренду? Раз он тут постоянно ночует. Не твоё дело. Тебя и дома толком не бывает. Он говорит, что тебе нужен контроль. Пусть Дэвид в мои дела не лезет. А я думаю, это хорошо, что Дэвиду не всё равно. Он хороший человек. Он может помочь. Папа был хороший. Это несправедливо. Я рада, что в твоём сердце есть место для отца. Но иногда всё-таки нужно давать шансы и другим людям. Но иногда, когда отчаяние и одиночество достигают своего пика, мы даём шанс абсолютно не тем людям. Мам. У Дэвида тоже были тяжёлые моменты в жизни. Если он поделится своим опытом, я бы хотела, чтобы ты послушала его. Пусть только попробует подойти ближе, чем на 15 шагов. Ты будешь милой, ты будешь вежливой, и ты его поблагодаришь. Ты что, серьёзно? Да это же... И что же, Хлоя? Ну, что? Мама старается всё уладить. Может, и мне попытаться? Но зачем нам с ним нормально общаться, если это означает, что нам придётся притворяться и делать вид, будто всё хорошо? Мам, я знаю, тебе тяжело. Спасибо. Знаю, что я не нужна тебе так, как раньше. Но мне ты нужна. Ты всегда будешь мне нужна. Ты же моя мама. Я горжусь тем, что ты не по годам самостоятельная. Но не весь же мир настроен против тебя. Скажи это всему миру. Огонь. Ты невыносима, но я люблю тебя. И я тебя люблю. Ты же про Хлою, да? Ладно, Дэвид ждёт. Ему нужны ключи, а не в пепельнице, что ты сделала. И не убейте друг друга. Ладно. Если он не будет меня поучать. Или косо смотреть. Хлоя. Или вообще смотреть. Хлоя. Мам. Хорошего дня. Тебе тоже. Я боюсь, меня тогда Хлоя убьёт. Принести Дэвиду ключи, это чуть ли не самое унизительное, о чём мама могла меня попросить. Надо найти ключи. Прямо захотелось подсунуть маме деньги, которых у меня всё равно нет. Воу. Сын Шона Прескотта, Нейтан, ходит в мою школу. Яблоко от задницы недалеко падает. Почему-то внезапно захотелось позапускать фейерверки. Я ректор Рэй Уэллс. Позвольте подчеркнуть, что у меня гигантская палка в заднице. Спасибо. А ещё, Хлоя, ты нищая и у тебя проблемы. Чувствуешь себя в ловушке? Не ты один. Чувачок такой. Чё за нахрен сейчас было? Ага, вот и они. Надо скорее отдать их Дэвиду, чтобы он уже свалил. Нет смысла оттягивать пытку поездкой в школу с Дэвидом. Пожалуй, надо идти. Мы тут уже одного поддерживаем. Спасибо. В письмах из Блэквелла не бывает ничего хорошего. У мамы снова проблемы с оплатой учёбы. Моя стипендия не покрывает всё. Как будто бы мне нужно, чтобы Уэллс начал ещё сильнее до меня докапываться. Мама не хочет, чтобы я знала, что её хахаль не работает уже около года. Ну же, дорогая, Дэвид давно ждёт свои ключи. Что за кусок дерьма? И тачка тоже. И почему женщины собираются целую вечность? Чтобы вы, мужчины, уехали без нас. Клянусь, он сам отлупил себя монтировкой. Хлоя, это что, фингал? Нет. Неподчинение. Неудивительно, что твоя мать о тебе волнуется. А, как мило. В твоём возрасте я тоже любил помахать кулаками. Ну, это безответственно. Ты должна быть лучше ради своей матери. Начни смотреть в блюдах, повтори, чем я обязана мать. Не, 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 эта ниша уже занята кашиным. Похоже, изоляция электрода повредилась. Он этим занимается. Ты знаешь, для чего нужна свеча зажигания? Я смотрелся. Да. Ты что, не слышишь? Я сказала, что знаю. Тогда принеси мой набор торцовых ключей из гаража, и мы поедем. Ну и что это? Драгоценное семейное время? Нужно поскорее найти ключ и покончить с этим. Самый крошечный член во всей Аркадии Бэй. Почему это Дэвид оставляет свой хлам в нашем гараже? Он что, планирует к нам переехать? Раньше она висела в гостиной. Кажется, с того момента прошла целая вечность. Упс, похоже, мама снова разгребала вещи. Старая отцовская камера. Для таких еще вообще выпускают пленку. Черт. Эта система стояла раньше в папиной мастерской. Надо забрать ее к себе в комнату, пока она не очутилась на свалке. Шансы, что я разобью имя его рожи 50 на 50. 60 на 40. Ну, может 90 на 10. Получается, выберем. Нет, спасибо. Не надо. Такой риск уже был, повторять не хочу. Маме подойдет кто угодно, только не Дэвид. Ну? Ты до сих пор не нашла торцовый ключ? Неужели тебе такое поручение не по силам? Можно было и быстрее управиться. Видишь, в чем проблема? Все указывает... Отложение Сажи? Черт. Знаешь, ты могла бы быть лучше в этом. Если бы перестала выделываться. Мое выделывание делает меня особенной, Дэвид. Ладно. Что за... Либо ты доводишь дело до конца, либо не доводишь. Теперь бы мне не помешал душ. Эй, а ты не собираешься забрать свои инструменты? В каждом доме нужен хороший набор инструментов. У нас как бы уже есть, но спасибо. Хе-хе-хе. Ну что, погнали? Господи, только не говори со мной, не говори со мной. Так что есть пара вещей, которые я хочу обсудить раз и навсегда. Уважать его? Думаю, мне пора показать этому ублюдку, что мне плевать на все, что он хочет там сказать. Мне ясно лишь одно, иди нахуй. Следи за языком. Ты перешла все границы, юная леди. Языком? Жамапель, насрать. Я смотрю, у тебя острый язык, да? Растолкую для пней. Ой, простите. Какое слово короче, чем слово пень? Эй, заткнись нах! Я и похлеще тебя обосрать могу, ясно? Ого, вот откуда значит, запашок дерьма исходит. Ты, твоя мать, ты разбиваешь ей сердце. Оно у нее хотя бы есть, а у тебя лишь... Как называют тех, у кого есть порноусы, но нет секса? Я служил в армии, и ты будешь меня уважать. Не помню, чтобы меня призывали. Так что не надо строить меня, как новобранца. Вот будь ты парнем, я бы... Нормально. Если бы ты был мужчиной, я бы тоже не стала сдерживаться. И зачем я только стараюсь? Миссия выполнена. Просто уничтожена. Папа любил эту песню. Папа любила. Сказать, как я скучаю, мне не трудно, но я сидевшись до поздна. Какой прекрасный день. Если бы мама была здесь, она бы попросила вырубить эту лути. Я в курсе, для чего нужна свеча зажигания. Козёл. Пап, сделай погромче. Куда мы едем, пап? Если бы мама была здесь, она бы попросила вырубить эту лути. Я в курсе, для чего нужна свеча зажигания. Козёл. Похоже, мама забыла свою сумку в машине. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают Я вижу всё Я предугадываю это всё Привет, Адвал Привет, Хлоя Привет, Элёт Постой, что у тебя с лицом? Может тебе к медсестре сходить? А, это... Ты ещё того парня не видел Так и есть Слышал, у тебя была чумовая ночка? В смысле, все об этом говорят? Да пусть сосуд Прошлую ночь не сможет испортить Ни один хейтер в соцсетях сраных Так, как насчёт бури? Театр Блэкула во всей своей вычурной красе Да, точняк Я знаю, что будет скучно, но... Я тут подумал... Эээ... Может, сходишь со мной завтра? Ни за что Пусть мне лучше глаза ржавыми вилками выковыривают Да, точно Я бы тоже это предпочёл Ладно Увидимся Да А, конечно По-моему, я сделал что-то не то Нужно найти Стеф и забрать у неё диск Да занятий время ещё есть Удобнее Если бы я знал Что Небесный Мститель истекает кровью Я бы дал ему зелье Это была проверка скиллов Зелье бы не помогло Испытание навыков Это часть настолки, в которую мы играем Тебе не понять Отвалите, ботаны Я знаю, что такое настолки Круто Принесла мой диск? Бегущий по лезвию Режиссёрское издание, вот Зашибись Пять баксов, да? Оставь себе Я просто рада, что кому-то нравится классика И ты попросила режиссёрскую версию Где хреновый закадровый голос Заменен отличной сценой во сне Сны важнее реальности Мой девиз по жизни В яблочко Эй, а ты не знаешь Рэйчел Геймер? Рэйчел Эмбер? Ты меня спрашиваешь? Разве у вас прошлой ночью не свиданка была? Или вы типа просто друзья? Не знаю, что ты слышала, но мы с Рэйчел едва знаем друг друга О, отлично Хе-хе-хе-хе Стеф влюбилась Хлоя Вы что, унижаете меня каким-то странным ботанским способом? Ты подумай Эльф Типа худой и немного странный И при этом варвар А значит очень злой Другими словами Хлоя Прайс Вау Да вы просто огонь Отлично Давайте начнём Вы оба знаменитые герои королевства Авернон Когда-то мирной страны Теперь разрушенный жестокими мародёрами Блэк Велла В полном одиночестве ты пробирался через лагеря разбойников В поисках их вождя Дуаргарона Бессмертного Входя в последний лагерь, уставший и заляпанной кровью Ты видишь другого героя, приближающегося с противоположной стороны Я приветствую тебя, подняв посох Я Эламон Колдун третьего круга Главный советник короля Тибериуса Клятвенный защитник Авернона Представь своего персонажа Эм, да, хорошо Я эльф-варвар Моё имя Коломастия Она уже въехала Неплохо Два героя Эламон, прищурившись, осматривает эльфийку и говорит Я здесь, чтобы победить Дуаргарона Бессмертного Во имя короля Тибериуса Что делает тебе достойной сражаться бок о бок со мной? Однажды я проткнула мужику грудь мечом А тот прошёл насквозь и убил ещё чела, стоящего сзади Че слово Вы оба стоите на распутье Слева находится тренировочная площадка Справа – тюремный лагерь Прямо находится огромная вычурная палатка, которая может принадлежать только Дуаргарону Бессмертному Куда вы пойдёте? Ну что, вперёд, да? Нам ведь нужно убить этого дур-дебила Эламон хмурится У разбойников может быть лут на тренировочной площадке И, конечно, наш долг освободить заключённых Твой выбор, новичок Куда ты хочешь пойти? Лут – это неплохо Погнали тренироваться Отлично Когда вы прибываете на тренировочную площадку, вас замечает тяжеловесный орк, который сразу же с криком указывает на вас На поле находятся десятки разбойников, и все они поднимают оружие и несутся на вас Ладно Отставил Так что мы делаем? Юзаю кислотный взрыв Эргеля Эмм… Перебор? Бам! Ты призываешь волну кислоты, которая захлёстывает бегущих орков Каждый разбойник начинает кричать и корчится от боли Воздух наполняется кисло-сладким запахом, пока мясо сползает с их костей, как горячий воск со свечи Охренеть! Видишь, почему мне не очень-то был нужен напарник? Тяжеловесный орк-сержант всё ещё жив Он бежит на вас, размахивая громадным молотом Он весь твой А теперь… коленом по орка яйцам Успех! Орк хватается за свой пах, никогда больше не способны иметь детей Ауч! Снова твой ход, Хлоя Я делаю удар навершием, прямо ему в навершие Эмм… А что не так? Навершие – это противоположный конец меча Удар навершием – это когда ты бьёшь им врага Ах, чёрт Ладно, делаю так Только вот у тебя нет меча, только топор Отстой! Всё нормально, попробуй юзать свой… Ты думала слишком долго Орк размахивает молотом целясь в твою голову и чуть не попадает Твой ход Окей, пора кончать с этим, смертельный разрез Ты делаешь замах двумя руками и силой опускаешь топор Орк успевает только моргнуть, а затем распадается надвое Зашибись! Я так хороша в этой игре! Пока всё неплохо А что насчёт лута? Ну, так как тренировочная площадка теперь бурлящая яма кислоты Весь лут, скорее всего, был уничтожен Чёрт Мой персонаж поднимает топор Ты поплатишься за то, что испортил весь лут, Эламон Я искренне прошу прощения Прими это зелье в качестве подарка Спасибочки Что теперь? Идём в палатку Мы не оставим просто так заключённых Они смогут сбежать с нами, когда мы убьём Дурдура Вы входите в палатку и видите Дуаргарона Вождя мародёров Блэк Вэлла Комфортно сидящего на своём троне Он огромный минотавр с красными глазами Одетый в чёрный плащ И, орудующий двуручным мечом два метра длиной Его смех раскатывается громом Мо-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха Ваши земли и люди уже мои То, что вы свершили здесь, ничего не значит Ваше королевство было слабо вы слабы вот говнюк у меня все схвачено я использую конус огня ксоэльского катаклизма огонь затухает при касании дуаргарон смеется поднимая правую руку и демонстрируя свой наруч иммунитет дерьмо и ниже какие-то настолки типа какого-то кроме кислотного взрыва который ты потратил чтобы впечатлить хлою коломастия что теперь что за яростный рывок это сильный удар плечом очень очень жесткий удар плечом окей я делаю это ты вопишь в яростном бешенстве и берешь разбег дуар гаргарон удивлен и не успевает увернуться ты врезаешься в него плечом отталкивая его и нанося урода дальше черт уничтожающий удар охренеть круто звучит один это плохо да не для меня делая первый шаг ты спотыкаешься а камень падая на землю в кучу металла твой топор отлетает в сторону майки кидай проверку реакции о нет 3 твой топор задевает ногу эламона обе ноги разрубая их на уровне лодыжек это игра офигенно мои ноги тургорон двигается сторону раненого эламона вот тюрьму я говорила тебе что это мой лучший босс ты не сказал мне что мой персонаж может умереть тургорон приближается стуча своими окровавленными копытами топ 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 это типа моя вина что что мне делать я говорю эламону что-то воодушевляющее например да например черт почему быть хорошей так сложно никогда никогда не сдавайся заметно эламон воодушевляется ему удается собраться с силами чтобы отползти от дар гарона хорошо теперь дар гарон обратил внимание на тебя давай он разбегается бешено размахивая своим мечом чёрт о нет твоя попытка увернуться провалилась дургорон смеется насаживает я бы поиграл во что-то подобное это же круто я ничего не могу поделать с этим чертовым наручим прости хлы я отрубила тебя ноги мы в расчете ты чувствуешь как сила покидает твое тело когда дургорон поднимает тебя в воздух тебе адски больно что ты делаешь и я замахиваюсь последний раз цели в голову дур дурорицева тебе нужно большое дурорицу почти мертва но нет ваншот по-любому 11 стоп но и звен дургорона отрубая один из врагов но этого недостаточно чтобы убить его вот говнюк смеется а затем резко вырывает свой меч из твоего тела ты погибаешь в агонии так грубо прости хвоя я должен бежать и чувак если можешь делай я использую укрытие стража уверен это все что я могу ты вызываешь призрачную дверь которая защищает тебя дургорона из нее бьет цвет ослепляя его дверь закрывается а затем исчезает ты исчезли тебе больше нельзя навредить видимо придется вернуться когда стану сильнее было весело смотри что нарисовал майки реально круто рисует у яшу такое бы мне захотелось поиграть реально помоги что умерла я оставила тебя там одного ничего я доберусь до него когда-нибудь рады что тебе понравилось хвоя да с тобой я всегда готов на приключения посмотрим спасибо за игру ботаны блин а переиграть можно то попробуем или еще раз спасибо за игру хвоя супер весело вот говно следующий даже лучше блин прикольно мне понравилось но эта тема видимо очень долго играется что за черт что у тебя там дергун не зови меня так дрюнорд качок который так туп что все остальные качки кажется но и видимо на это нам у чем-то насолил но и странно у тебя тут херь прескотт это не твое отдай как меня бесит что ты теперь в команде ты такой неудачник можете разбираться где-нибудь еще заговорил и серьезно на место в команде зарабатывать дергон они подкупают тренера с помощью своего папашки мой хотя бы может оплатить мне учебу а сколько пособия выложил твой нищеброд как низко на этом мой отец потерял свою работу на верфи когда твой ее закрыл а ты решил на меня побычить отстань от нейтана а знаешь что прескотт я сделаю тебе одолжение ты не можешь быть в этой команде одновременно заниматься этой херней ты кусок дерьма я тебя прикончу ребята хватит хлоя сделай что-нибудь не стой столбом эй иногда просто стоит остановиться и понаблюдать иначе можно упустить лучшие моменты жизни типа выкуси таких я это месяцами собирал вы ли из команды дергон или будет хуже ну втащи ему ну ты же такое воду из себя весь такой этот самый сейчас тут какой-то прям совсем имя аж все боялись в той части она тебе должно быть стыдно да мне овоща насрать я панк и отыгрываю панка женщина уйди мы типа должны измениться тут по сюжету изменить хлою типа шпана было как макс или я может чё не догоняю но не знаю она же панк я считаю менять панка вот и здесь нельзя замечательно оу 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 чё она тут делает ладно мы будем отыгрывать чисто хлою как бы она поступила и что молю вас назовите ваше имя чтобы мог я вас в молитвах поминать миранда ух отец я ваш запрет нарушила хорошо миранда значит чудны и вправду вы чудны чудесней всех на свете случалось восхищение мне смотреть на многих женщин часто я бывал журчанием их речи часто я бывал хайден ты режешь меня без ножа у тебя недели были чтобы выучить роль простите мистер китон нет передо мной извиняться не нужно извинить перед своей партнершей по сцене которая была очень терпелива и перед остальными актерами а главное перед самим собой мистер китон простите что отвлекаю но так лучше выглядит я попросила маму немного ушить рэйчел улётно выглядят все кажется нереальным как и ночь вчера мяу классно выглядишь рэйч очень круто изыскана рэйчел как и всегда мистер китон у меня проблемы с непритязательно моя любовь он для меня достаточно красив она правда так думает особенно если учесть что я прямым текстом сказал что сплю с каждой встречной да трудновато мы уже сотню раз обсуждали эту строку нам нужен свежий взгляд со стороны вопрос в том вызвана ли мгновенно вспыхнувшая страсть миранда к фердинанду просто отсутствием опыта и трагическими событиями или она действительно встретила любовь всей своей жизни что думаешь иногда встречаешь человеку и сразу чувствуешь он изменит твою жизнь наверное к тому же ваши родители ведь идут на премьеру да за 20 баксов за билет любой должна быть на века ого романтика циник это многое прояснила спасибо спасибо мистер кит увидимся с первой пары импровизации с полной аудитории первокурсия поставляют занимаются этим ты постановка не мы еще происходит шикарный глаз где подкрасили что шучу этот козел здорово тебе врезал да ничего страшного вернусь через минутку так и что я тут можешь принести мне пояс думаю он вон там в моем рюкзаке да конечно сразу потекла всех сторон не наговорить всяких глупостей и не отложатся вполне выполнимо смотри чуть смотри у нее манера речи сразу дергается стала я впервые в жизни вижу такой классный рюкзак ремень тебя просили достать ремень рейчел здесь такая счастливая они фотки разглядывать в конце концов а вот и пояс рейчел чужие вещи брать табу пожалуй пойду отнесу его рейчел весло или дубинка или может быть если бы я знала что игра в театре это обращение с оружием стопудово пошла бы на пробу в бурю и у элитных частных школ настали темные времена у дом вы эту штуку да тут наверное больше сотни костюмов ой пардон и я что ли единственный кто не задействован в спектакле записка иногда просто нужно подлить масло в огонь предполагай что она от логана понимаю рейчел это твой пояс да благодарю я не просила меня им атаковать прости хлоя прайс рейчел эмбер прошлая ночь была просто потрясной я никогда не видела firewalk вживую чумовое шоу нам стоит это повторить честно говоря вчера я ложилась спать желая чтобы этот день никогда не кончался а потом подумала почему почему он должен кончаться может он и не должен именно как ты смотришь на то чтобы отправиться со мной на небольшую вылазку да чёрт возьми я рождена для прогулов я рассчитывала на это а теперь о фенгале да это же просто целый боевой шрам хочешь я тебе его загримирую да пожалуйста люди уже заебали спрашивать для шо происходит музыкальное сопровождение ну типа кино замечаешь кнопки целая тонна штукатурки такова цена храбрости глаза закрой намного лучше охренеть давай-ка сваливать отсюда так это какая-то игра для хачта 97 минут уже идет он слышен пора бы наверно не хочешь поехать на автобусе не бросаться во все тяжкие нужно правильно я буду мутить микрофон ну так что ваш тоже я чувствую личных языков не было чтобы была атмосфера куда он вообще едет север может окажемся в сиэтле подтаскивай стул прайс вид шикарный речил хочет чтобы я подтащила стул может она про ящик мы видим не первый кто забрался на этот поезд интересно что значит эти символы очередной скучный денек прогуливаю школу с рэйчел эмбер а вот и трон он тяжелее чем кажется думаю стоит при ладно хлоя ты в грёбаном поезде с грёбаной рэйчел мать ее эмбер не ссать и я что нервничаю это я сейчас чувствую была бы макс здесь я бы у нее спросила я не знаю я не знаю что я не знаю что у меня нет друзей я ни с кем не тусу и у тебя есть друзья когда раньше были Была. Подруга одна. Её звали Макс, но она отбыла на другие пастбища, по-зеленее да по-севернее. Хреново. Слушай, я... хочу сказать спасибо. За то, что утащила тебя из школы? Нет, глупая. За прошлую ночь. А. Если бы ты не пришла... Аркадия Бэйки, шить мудаками. Теперь я у тебя в долгу. Ты поэтому со мной пошла? Считаешь, что мне нужна причина, чтобы забить на учёбу? Тебе же интересно, что мы делаем? Были мысли, да. Но... Захотелось компании. И всё? И всё? Да я только за. Где угодно лучше, чем в грёбаном Блэквилле. Тебе там совсем не нравится, да? А тебе? Ну да. У Рэйчел Эмбер нет причин ненавидеть Академию Блэквилл. Ты же королева школы. Ты меня плохо знаешь. Пока что. Давай повеселимся. Давай повеселимся. Ладно. Слушаю. Две правды и одна ложь. Что? Я считаю, что нам нужно сыграть в две правды и одну ложь. Суть в том, здесь каждый рассказывает три факта о себе. Два должно быть правдой, а одно, например, ложью. Ага. А потом нужно угадать, где что. Звучит круто. По рукам. Я начну. Во-первых, я Амбидекстер. Во-вторых, я родилась в королевстве моды и Бродвея Нью-Йорке. И в один прекрасный день я обязательно вернусь туда из своего чудовищного изгнания в Аркадию Бэй. Нью-Йорка? Я там не была. Не путешествуешь по миру? Пока что нет. Если бы ты могла отправиться в любую точку мира, куда бы ты поехала? В Россию, Грецию, Катманду? Катманду? Однажды я покорю Эверест. Я-то думала, что мысль уехать подальше была амбициозной. Эм, третье что? Третье? Две правды, одна ложь. Нужно три факта. Точно! Я лев. Мяу. Ладно. Получается, ты Амбидекстер. Родилась в Нью-Йорке и лев. Ясно. Так, где же тут ложь? Я не верю про Амбидекстера. Не веришь? Ну фигово тебе, потому что это правда. Докажи. Подпишись обеими руками. Где подписаться? Серьезно. Все плохие девочки так делают. Давай. Черт. Боюсь, ложью был Нью-Йорк. Я родилась в Калифорнии. А Нью-Йорк значит в списке желаний? Держись, Бродвей. Круто. Ладно, Прайс. Твоя очередь. Первый факт. Ладно. Что-нибудь обо мне? Начать с правды или со лжи? Или вообще смухлевать? Посмотрим, насколько она хороша в этой игре. Я втайне ведущая гитаристка женской кавер-группы Misfits. Да-да, Misfits. Впечатляет. Я хотела стать пиратом, когда вырасту. Да и сейчас не против. А-а-а-а. Ты лев, так что мне больно об этом говорить. Но у меня аллергия на кошек. Ой, да что ты! Клянусь. Ты, Хлоя Прайс, жесть какая загадочная. Эх, жесть? Кто так вообще говорит? Все в Калифорнии. Но, возвращаясь к теме, думаю, я тебя раскусила. Конечно, ты хотела стать пиратом. Выраздить морские просторы. Геройствовать. Воровать потаенные сокровища. Поэтому пират, несомненно, правда. Может, будешь моим первым помощником? Оу, ты принимаешь резюме? Подумываю. Что приводит меня к твоей мнимой аллергии на кошек. Мнимой? Я считаю, это ложь. Почему же? То есть, возможно, у тебя и аллергия. Но я пару раз проходила мимо твоего шкафчика. И видела старую фотку кота, которую ты там хранишь. Его звали Бонго. Мне его папа подарил. Он ушел из жизни? Да. Мой отец умер два года назад. Я думала, все знают об этом. Я говорила про Бонго. О, боже, конечно, ты про него говорила. Прости. Эй, ничего страшного. Неловкий момент года. Определенно. А теперь поговорим про тему с ведущей гитаристкой. Тему шоу-бизнеса. Как бы мне не хотелось стать ярой фанаткой твоей женской кавер-группы... Мисфитс. Я вынуждена заявить, что это ложь. Думаешь, я зажигать не умею? Совсем наоборот. Ты та еще зажигалка. Но вот в чем проблема. У тебя мягкая кожа на руках. Без мозолей. Ты не играешь на гитаре. А жаль. Ты выглядела бы секси. Итак, если мои расчеты верны, ты мне сказала одну правду и две лжи. Может, я просто тебя проверяла. А может, просто у тебя проблемы с доверием? Ты невероятно хороша в этой игре. Я просто всю жизнь изучаю человеческую природу. Ну, я впечатлена. Тебя довольно сложно впечатлить, Хвоя Прайс. Поглажу тебя за это по головке. Когда твой отец окружной прокурор, ты просто привыкаешь ко лжи. Серьезно? Серьезно. Теперь я знаю, кто поможет избавиться от штрафов. Только у меня тачки нет. Сначала обзавестись бы, а потом неприлично часто нарушать ПТД. Эй, спасибо, что доверилась мне. Доверилась? Ты сыграла в игру? И не каждый бы признался в том, что хотел стать пиратом. Но глазные повязки такие крутые. А Ром такой вкусный. Думаю, ты довольно сильно открылась. Вот и всё. Да ничего такого. Не хочу тебя шокировать, но не то, чтобы прекрасная Хлоя Прайс была известна в Аркадии Бэй, как оплод сочувствия и доверия. Доверие мне не просто даётся. Возможно, ты поняла бы меня, будь ты на моём месте. Да нет, я понимаю. Но с другой стороны. Я же села в этот поезд, не так ли? Твоя правда. Я бы не отказалась от музыки. Эй, послушаешь? До того, как она достала наушники, мне показалось, что что-то сейчас будет. Это быстро мы друг на друга смотрели. Но ничего не было. Окей. Крутой браслет. Он у меня с детства. С Лонг-Бич. Напоминает мне о том, что в мире ещё много всего, помимо Аркадии Бэй. Может, однажды я вернусь в Лонг-Бич или уеду отсюда куда-нибудь? Скорее, раньше, чем позже. Чего это ты? Иногда мне кажется, что меня здесь ничего не держит. Не удивляйся, Хлоя. Если однажды, я просто свалю отсюда. Дашь знать, если нужен напарник. Зацени, мы приехали. Что? Куда приехали? Прыгай и узнаешь. Прыгать, говоришь? Прыгай. Хуй с ним. Я просто балдю. Балдю от Хлои. Прикол. Угар смешно. Хуй с ним. Хе-хе. Ха-хе. Прыгай. Михаила. Эй, а вид-то здесь ничего. Рада, что тебе нравится. И в награду за то, что ты сюда добралась. У меня есть новая игра для нас. Ещё одна? Я люблю игры. Смирись. Вот этой я научилась в театральном классе. Тут всё на импровизации. Пока я успела узнать о тебе только то, что ты актёрствуешь, врёшь и играешь в игры. В смысле? Либо у тебя развитая фантазия, либо развитая хитрожопость. Хм. Дай мне знать, когда определишься. В этой игре надо шпионить за людьми с расстояния. К счастью, крутое оборудование для слежки у нас прямо под рукой. Давай зажжём. Вот, отстой. Ну что? Фигово. Это был мой последний четвертак. У тебя нет? Ничего. Блин. Может, я как Магайвер смогу что-то сделать? А, пф, говорят, у меня умелые руки. Неужели? Давай посмотрим. Рэйчел очень хочет посмотреть в этот бинокль. А я очень хочу ей в этом помочь. Да, помним, какие у неё умелые руки на самом-то деле. В той части она даже замок открыть не смогла. Чё-то написано. Я всегда говорила, что в семье Прескотов не у всех гайки на месте. О, пойдём. Не слишком банально, ау и ол. Я говорю прости всё утро. Да, признаю, было очень глупо запереть ключи в машине. Но ты уже три часа дуешься. Здрасте. Мелочей не будет? Знаешь, может, после нас тут что-то останется. Чего? Нет, я не... А что у вас? Тут всё хуже и хуже. Тссс. Она же рядом. Ну, вот так, значит, да. Ну-ка... Ирархия потребностей наверху дурь. Потом пиво. Потом вино. Но... Всё-таки винишко стильная штука. Ага. Официально. Прогуливай, я узнаю в разы больше, чем ходя в школу. Пик. Окей. Наверное, они чувствуют себя свободными, потому что могут построить свой дом, где хотят. И из того, что есть вокруг. Короче, надо... Что может быть хуже, чем унижаться ради мелочи? Унижаться ради мелочи и обломаться. Надо, значит, что-то найти. Или мелочь. Белки мелочи есть? А ну валите, лесные твари! Уважайте себя хоть немного. Капец. Прогнали белок, появились птицы. Бегите, глупцы. Опять белки пришли с мной. Исторический плакат. Я пока не хочу спускаться. Пей. А этот, кажется, и правда работает. Кажется, его можно вскрыть, только было бы чем. Что-то типа, может, какого-нибудь эдако ножа. Но его одними пальцами. Может, у Рэйчел что-нибудь найдется? Натуре, Рэйчел, дай нож. А, я тут подумываю, вскрыть этот бинокль. Ножа нет. Ножа? Да. Мой, мама забрала. Нет. Пилочка для ногтей подойдет? Как это мило. Ну, пырнуть можно и пилочкой, наверное. Ау, ну да. Конечно, давай попробуем. Виктория, что у Хлоя Прайс? Нейтан рассказал мне про тебя кое-что. А ты себя кем возомнила? А ты ничего про него не знаешь? Чмо боссаное. Вали в свой трейлер. Кстати, Рэйчел Эмбер точно попользовалась тобой прошлой ночью. Позовет, если она... А, подожди, не успеваю. Повезет, если она вообще станет говорить с тобой. Блин, почему я не заметила? Я так страдаю. Это только начало, сулочка. Ой, пардоньте. Черт, в кино это всегда так просто. Может, тут найдется что-то попрочнее? Одинокий дуб, одинок. Видимый среди деревьев бывает узгои. Сейчас не до деревьев. Пойдем пырнем вот этих вот. Желобов. Если бы тут была Макса, она бы, наверное, сделала черно-белую фотку и назвала ее потерянной невинность или что-то типа того. Ну-ка, 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 ну-ка. Серьезно. Что может быть хуже, чем унижаться ради мелочи? Унижаться ради мелочи и обломаться. Блин, давай попробуем белок натравить на них. Ну, мне кажется, они типа, ну, должны как-то помочь. Если меняются. А ну, валите лесные твари. Уважайте себя хоть немного. Ну, я думаю, ну, они что-то должны помочь как-нибудь. Например, на них сейчас нападут белки и... Нет, моя стратегия не сработала. Маля. Смогу ли я хоть что-то вскрыть этой пилочкой? Таблички. Стоп. Вскрыть можно какую-нибудь табличку. Да, табличкой можно уже... Она попрочнее, я думаю, будет. ИДИАЛИНО. Ё-моё. Обсюда. Чтобы выкрасть таблички с надписями, нужна настойчивость. Да, кто это? Степ. Что ты такой? Осторожней там. Уэллс на тропе войны. О, нет, серьезно. Просто пытаюсь помочь. Ага, ну да, ты меня убила с утра. Чувиха, ну это работа ГМА. И да, спасибо, что сыграла с нами в майке. Прям забалдел. Он норм. Он кислый был в последнее время. Не знаю точно почему, но сыграть с тобой для него было многое значило. Мадам. Увы, Рэйчел, твоя пилочка покинула нас. Активируем в силу Прескотов. Опа-сюда. Не хочу хвастаться, так что дам сделать это за меня. Хлои Прайс, ты истинная заклинательница обзорных бинуклей. Преклоняюсь перед твоим могуществом. Вай-вай-вай-вай. Ну не будем. Вот это вот все. Рэйчел пахнет жасмином. А она тоже чувствует мой запах? И чего я не сходила с утра в душ? Ладно. Суть игры. Ты подыскиваешь нам людей для наблюдения, а потом мы вместе представляем их слова и мысли. И все? Я и так прокручиваю это в голове. На каждом уроке. Ну видишь, у тебя талант. Давай попробуем. Они точно сперли мой проект за третий класс. Ого! Твоя работа? А что, не видно? Какую-то долю... На все насрать качество я узнаю. Ну хорошо. Давай посмотрим. Почему мы всегда держимся за руки вот так? Разве ты не амбидекстер? Нет. Я говорил, что я амбисексуальный. Вау. Так ты можешь заниматься сексом обеими руками? Именно. Хочешь глянуть? Только если сначала ты отпустишь мою руку. Хм... А что у нас с этими двумя? И сказал господь, Сим, должен ты оставить мне раскаленное подношение своего первенца. С кем ты разговариваешь, пап? Ни с кем, сынок. Так, наклонись к грилю и посмотри, горит ли огонь. Ближе. Ближе. Ого. Это было мрачно. Мрачно? Идеально мрачно. Нормально, прикол. Опа-опа. Брось с этого парня. О чем он сейчас думает? Я двигаюсь и двигаюсь, а трусы все не отлипают. Как трагично. Ну и прекрасно, в своем уникальном роде. Ха-ха-ха-ха. А это весело. Кто дальше? Ой, прости. Я не жмотюсь, просто увлеклась. Добраться, я спать не таю. О-хо-хо-хо. Джекпот. Начинаем долгий засос через... Три. Два. Один. Есть. Блин. Да тут не просто поцелуйчик. Ой, милая. Мне кажется, мы переборщили с этой вибропостелью. У меня двоится в глазах. Рэйчел. Хэй. Ты в порядке? Что мы делаем? Простите. Если меня мешком не ударили, ты вроде как Хлоя Прайс. Сколько мы уже прогуливаем школу? А до сих пор не бухие. Мы точно нарушаем какое-нибудь правило прогула. Ээээ. Точняк. Походу, медалистка хочет показать хулиганке, как тусить. Да бога ради. Как любезно. У них есть бутылка вина. Давай сопрем. Эээ. Ладно. Ну, тогда мы могли бы поискать алкомаркет. Нет. Решили притащить в общественный парк с собой бухло, так делитесь. Правильно? И... И в жопу. Я просто хочу взять чужое. Так. Ладно. Я пошла. Попробуй подыграть. Мы можем чем-то помочь? О боже. Прикол, прикол. Что надо делать? Может проверить пульс? Ты разве не был... О, слава богу. Скорее беги, зови на помощь. Ей плохо. Нужно заставить этих двоих сосредоточиться на Рэчел и стащить вино. Чего ты ждёшь? Ну же! Я-то здесь при чём? Вон лучше посмотри на спасателя. Я не знаю, как делать рот в рот. Либо соберись, либо слезь отсюда. Спокойно. Сейчас проверю ей пульс. Он же на шее, да? Всё равно ты должна позвать помощь. Пострейнджера на другой стороне парка. Точно. А мы за ней присмотрим. Да вы посмотрите, сколько времени мы уже потеряли. Этой девушке нужно сделать искусственное дыхание. Прямо сейчас. Нет. Ну да. Искусственное дыхание без вариантов. Ладно. Ладно. Ты сможешь. С тебя сосмотрел. Я взял мыку. Позорище. Слушай, от него нет толку. Этой девушке нужна помощь кого-то, кто знает, что делает. Эй, посмотри на меня. Ты хочешь быть по ту сторону двери машины всю свою жизнь? Или ты готов пробиться внутрь и схватить ключи к своему потенциалу? Господи. Ты права. Ого! Ничего себе! Да мне лучше! Вы спасли мне жизнь. От всей души благодарю. Да. Классно сработали. Всем добра. Это было великолепно. Ты герой. Ну, наверное. Прикол. Держи. Ты заслужила. Спасибо. Пытаться подыграть тебе, да захочешь тут пить. Я сейчас невыносимо трезвая. Ага. Ладно. Теперь мы, видать, уходим. Прикол. Почти. Порт. С הרбом. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Хо-хо-хо, вау! Эй, зацени-ка! Что? Ну, супер. Куча барахла. Эм, ну да. Суперская куча барахла. Исследуем. Ты веселись, Хлоя. А я, пожалуй, присяду. Рэйчел ведёт себя странно с тех пор, как мы вышли из парка. В чём дело? Хлоя, я действительно хотела бы сейчас побыть одна. Хорошо. А хотя... Нехорошо. Мне казалось, что мы отлично проводим время. Почему ты вдруг стала себя так вести? Никак я себя не веду. Просто прямо сейчас я хочу побыть одна. Нет, я не понимаю, как можно внезапно и без причины начать на меня беситься. Прости, на тебя беситься? Кажется, я забыла, что всё вокруг крутится вокруг тебя и твоих чувств. Грустно и Хлоя снова, бля, грустно. Может, хоть чёртов раз в виде исключения задумаешься о ком-то ещё? Ты это сейчас серьёзно? Блядь! Ладно. До сих пор не представляю, что у Рэйчел случилось, но... Похоже, когда она злится, начинает всё крушить. С этим я справлюсь. Бинго! Вот, если тянет что-нибудь долбануть, это тебе пригодится. Я просила оставить меня одну. Ты издеваешься? Я понимаю, что ты у нас королева школы и всё такое. С папочкой-прокурором, идеальными оценками и Викторией Чейз, целующей твою идеальную задницу. Но серьёзно, иди нахуй. Отлично. Я ухожу. До скорых встреч, Хлоя. Ты не можешь уйти! Могу. Рэйчел, стой! Не уходи! Почему? Потому что... Потому что я не хочу испортить и это, как испортила уже всё в своей жизни. И что ты имеешь в виду под этим? Это... Чёрт! Ты правда хочешь, чтобы я это сказала? Что сказать? Ты знаешь, ну... Вроде дружба, но... Глубже. А... Я знаю. Дико, да? Просто... Сегодня был лучший день с того момента, как... Как погиб мой отец. И... Который я только чуть в конец не испортила, как порчу всё вокруг и... Я чувствую... То, что есть между нами, это нечто особенное. Ну же. Скажи что-нибудь. Хлоя, я... Я... Знаешь что? Забудь. Глупо вышло. В смысле... Ты сама Рэйчел Эмбер. А я... Хлоя Прайс. Не в этом дело. Просто... Сейчас всё сложно. И... Я не могу об этом говорить. Почему нет? Потому что не могу. Понимаю, что это нечестно. Но так уж есть. Прощай, Хлоя. Что если ты ничегоMusic предлагал, это не Login? Эмбы... ... Нахуй это место. Ты знаешь, она фальшивка, но нет сил оторвать от нее глаз. Кто же у нас тут еще подходит под это описание? Иди нахуй, Рэйчел! Никогда не понимала, почему ты так тащилась от камер, Макс. Ты миллион наших фоток делала, и ни одна из них не предвещала, что ты уедешь, когда была мне так нужна. Нахуй камеры. Если хочешь разрушить семью изнутри, бери с собой подходящие инструменты. Пошел к хуям, Дэвид! Гулять! Гулять! Пап? Субтитры сделал DimaTorzok 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 Почему ты плачешь, дорогая? Потому что ты не настоящий Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Это был мой отец. О, ясно. А та женщина уж точно не моя мать. О. Самое стрёмное, что я не удивлена. Чувствовала, что отец уже давно что-то скрывает. Просто не понимала, что именно. Поэтому, когда я увидела с незнакомого номера сообщение о встрече, я подумала, что смогу его подловить. Клоя, я люблю своего отца. Люблю, но больше никогда не хочу, блядь, его видеть. Когда мой папа погиб, я на него так злилась. Месяцами сходила с ума. Потому что от половины мыслей хотелось кричать. А другую половину я забыла. Забыла, что всё изменилось. Глупо, но я годами таскала с собой эту фотографию. Мы сделали её на горе Худ. Отец повёл меня туда, когда мне было десять. Начался дождь, я упала и сломала руку. А до машины было пять километров. Помню, как кричала, что умру. Но отец... Он нёс меня с горы на руках. Я до сих пор помню запах его куртки. Он был таким сильным, понимаешь? Я чувствовала себя в безопасности. Ты ему доверяла? Полностью. Держи. Хлоя, я должна перед тобой извиниться. Эй, но мы обе драму разыграли. Нет, я серьёзно. Что бы ни происходило между нами, это что-то сильное, новое и потрясающее. И ты набралась храбрости и сказала, что тоже чувствуешь это. А я смешала тебя с дерьмом. Храбрости? Да я бы так не сказала. Больше похоже на слепое отчаяние. Ну и, возможно, последствия вина. Я просто хочу, чтобы ты знала. Мне повезло, что ты сегодня была рядом со мной. Ты крута, Хлоя Прайс. Что? Помнишь того ублюдка-байкера, который не пустил тебя на лесопилку? Ты его сделала и пошла. Ты видела? А тех говнюков, которые поднялись за тобой? Ты огрела того мужика бутылкой по лицу. Только потому, что ты выскочила в последнюю минуту и... Вот видишь, ты не притворяешься, Хлоя. Я таких людей больше не знаю. А еще ты пошла за мной, не задавая вопросов. Ну, мне особо-то не нужна причина, чтобы прогулять в школу. Чувствую, завтра будет ад. Думаю, мама обойдется без домашнего ареста и сразу приговорит меня к смертной казни. А мой отец... Накажет меня тем, что... Нахуй его. Нахуй его. Я бы все отдала, чтобы свалить отсюда и никогда не возвращаться. Что нас останавливает? Нас? Ты серьезно? Меня здесь ничего не держит. Больше не держит. И если бы я пришла к тебе завтра и сказала собирать вещи... Я серьезно? Давай же, Хлоя, давай свалим отсюда навсегда. Хорошо. Можно взять твою зажигалку? Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Пойдем. 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 КОНЕЦ 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 Короче, это так. Может быть, когда-нибудь, еще раз, но уже не сегодня. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok